Привет, друзья! Ни для кого не секрет, что Python — это один из самых популярных языков программирования, отличающийся эффективностью, простотой и универсальностью использования. Он широко применяется в разработке веб-приложений, программного обеспечения и даже в машинном обучении. А знали ли вы, что название языка программирования Python не имеет никакого отношения к змеям, а сам язык был создан не из желания изменить мир программирования, а от скуки самого создателя? Сегодня мы расскажем вам самые интересные и малоизвестные факты об этом языке программирования. Давайте начинать! Python — это не о змеях. Большинство людей по-прежнему ассоциирует язык со змеями, и с этим, пожалуй, уже ничего не поделать. Действительно, может показаться, что наименование языка связано с рептилиями, но это в корне не так. Гвидо Ван Россум выбрал название в честь английской комик-труппы Монти Пайтон, поклонником которой являлся. Шоу демонстрировалось на BBC в 1970-х годах. Мнение о нейминге как о бессмысленной трате времени, интерес к телевизионному шоу «Летающий цирк» Монти Пайтона и желание присвоить языку короткое и лаконичное название сделали дело. Язык зовется питоном. Если вы не смотрели скетч сериала, не беда. Как написано в документации по Пайтон, увлеченность «Летающим цирком» Монти Пайтона — необязательное условие использования языка программирования. Однако документ утверждает, что любовь к ТВ-шоу помогает, как конкретно, к сожалению, не указано. Автор логотипа Пайтон — брат создателя языка. Этот интересный факт о Пайтон напрямую связан с предыдущим. На эмблеме Пайтона изображены как раз-таки две змеи, образующие квадрат с выпуклым центром, что часто вводит в заблуждение пользователей, вынуждая ассоциировать название языка с рептилией. Разработал логотип брат Гвида, дизайнер Юстван Россум. Помимо этого он создал и шрифт текста «Flux Regular». Пайтон старше, чем кажется. Пайтон кажется молодым языком. Но виной тому бум на использование Пайтона, начавшийся в 2010 году. С момента выхода полноценной версии прошло 32 года. Согласитесь, достаточно зрелый возраст для языка программирования. Вопреки всему, возраст оказывает важное преимущество, ведь язык постоянно дорабатывается. Вокруг Пайтона успела сформироваться комьюнити, а ответы на все возникающие вопросы новички могут найти на специализированных форумах. И, кстати, Пайтон старше Джава. Первая версия Пайтон появилась в 1991 году, а язык Джава увидел свет в 1996 году. Пайтон задумывался как хобби-проект. Как ни странно, изначально создатель языка Гвида Ван Россум задумал реализацию проекта по созданию Пайтон не с целью прославиться или изменить мир программирования к лучшему. Однажды голландский разработчик думал, чем заняться в предрождественскую неделю и остановился на нетривиальном хобби — создании нового языка. Было это в декабре 1989 года. Но не только желание развлечься двигало программистом. Гвида трудился в компании, которая нуждалась в языке сценариев. Так разработчик решил внести вклад в организацию. Вскоре Кодер показал наработки коллегам, и уже в 1991 году проект возымел успех. А вы тоже придумываете язык программирования, когда вам нечем себя занять? Пайтон используется везде. Пайтон славится мультиплатформенностью. Он эксплуатируется повсюду — от смартфонов и ПК до серверных сетей. Язык поддерживает работу с операционными системами Windows, Linux, MacOS, Android. Очень важно, что результативность запуска на платформах одинакова. Разработка приложений, машинное обучение, ИИ, работа с большими данными, микропроцессоры. О да, Пайтон вездесущ. Мы практически не сомневаемся, что уже на этом этапе смогли заинтересовать некоторых из вас в освоении этого удивительного языка. Специалисты образовательной платформы Skillbox с радостью помогут вам в этом начинании. Профессионалы из нашей команды будут сопровождать вас на каждом этапе обучения, помогут с выбором специальности и обеспечат мощный старт в вопросе построения карьеры программиста. Пайтон познал Дзен. Существует философия под названием «Дзен Пайтон». Она описывается в стихотворении, созданном Тимом Питерсом. Прочесть стихотворение можно, введя команду «Import this» в интерпретаторе Python. Если вдруг вы пока не сильно дружите с английским, рекомендуем погуглить перевод на русский. Поможет проникнуться духом Пайтона и вдохновиться на погружение в этот язык программирования. Пайтон есть и на Марсе. Да, вы не ослышались. Язык используется в марсоходе, запущенном НАСА. Но не стоит обольщаться. В Национальном космическом ведомстве Пайтон не применяется для серьезных проектов, например, на тему полетов или доставки военного назначения. В НАСА Пайтон задействуется исключительно для технологических задач и в математических вычислениях, в которых параметры полета принимаются в расчет в небольшой степени. Пайтон обогнал французский язык. Внезапно? Но это так. В результате проведенного в Англии опроса Пайтон оказался привлекательным для изучения в начальных британских школах языком и обогнал французский язык как самый популярный язык для школьников. Шесть из десяти родителей хотят, чтобы их дети младшего школьного возраста изучали язык кодирования вместо французского. При этом 75% опрошенных детей заявили, что скорее научатся программировать робота, чем выучат современный иностранный язык. Этот факт ни в коем случае не о ненависти к французскому языку, а об интересе к IT в целом и Пайтон в частности. Пайтон – простый язык. Наверное, мы сейчас удивим многих из вас, но этот язык весьма прост для изучения, и даже без опыта разобраться в нем будет несложно. Весьма часто обучаться программированию рекомендуют с этого языка. Совсем не исключено, что Пайтон займет место ранее известного турбо-паскаль. По правде существует много способов получения знаний об этом языке. Обилие книг, множество профессиональных курсов, полноценная библиотека. Можно с уверенностью заявить, что изучение Пайтон – это легкий способ получить новую профессию и высокооплачиваемую работу. И интересные факты для разработчиков. Следующие пункты понравятся тем, кто недавно приступил к изучению Пайтона. Этот язык программирования обладает обширной библиотекой с предварительно написанными данными – от сложного анализа до коннекта с zip-архивами. Этим обеспечивается легкий старт работы с языком и шанс реализации проектов различных уровней сложности. Еще Пайтону не нужен компилятор. Код, сформированный на Пайтон, выполняет интерпретатор, а не компилятор. Этим Пайтон отличается от других языков. Это означает отсутствие стадии компиляции в машинный ход. Программа пошагово осуществляется в среде исполнения. В отличие от собратьев Java и C++, в Пайтон не ставятся скобки для разделения кода. Для этого предназначены обязательные отступы. Прабелы и отступы добавляют языку визуальной привлекательности и позволяют интуитивно его понимать. Есть и вторая сторона медали, но тоже положительная. Скобки делают код комфортнее для поддержки. Еще одна особенность Пайтона в том, что у него нет указателей. Пайтон передает объекты по ссылке. Другие языки традиционно совершают это при помощи указателей. Переменные содержат адреса памяти с местонахождением на других переменных. А в Пайтоне этого нет. Тем самым язык ограждает пользователей от случайных неверных действий. Пайтон имеет C и Java варианты. У Пайтон есть разновидности языков C и Java. Вариант C известен как C-Python. Он дал питону некоторые достоинства C. Например, производительность, комфорт и шанс компилировать программы на языке C. Производительная Java версия Пайтон называется JITON. Язык позволяет импортировать классы Java в Пайтон. Пайтон использует крупные компании. Как мы уже отмечали ранее, Пайтон – это один из самых популярных языков программирования в мире, благодаря чему его используют для своих разработок множество мировых гигантов. NASA, Google, Yahoo, Microsoft – это лишь малая часть компаний, которые прибегают к помощи Пайтона. Помимо всего прочего, этот язык также используется и в научных исследованиях. Надеемся, вышеперечисленные факты про Пайтон помогут вам развеять любые сомнения и сделать правильный выбор в пользу начала карьеры программиста именно с этим языком. Обязательно напишите в комментариях под выпуском, какую информацию о Пайтон вы не слышали ранее. Если этот выпуск вам понравился, не забывайте оценить его лайком, оформить подписку на наш канал и нажать на значок колокольчика, чтобы не пропустить информацию о выходе новых роликов подобного формата. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok